Наш музей истории строительства города Томск находится в школе номер 23, которая расположена по адресу улица Лебедева, 94. Музей был открыт в 1987 году. Инициатором его открытия был директор школы Михальченко Нина Васильевна. Активное участие в создании этого музея принимало строительное управление «Томск жил строй», возглавляемое тогда Поливановым Александром Ивановичем. Именно эта организация подготовила базу для открытия музея и занималась сбором и оформлением экспонатов. Первым руководителем музея была Воробьева Нинель Алексеевна. С 1993 по 2004 годы музей возглавляла Гладских Анна Петровна, которая внесла большой вклад в развитие музейного дела в школе. С 2005 года руководителем школьного музея является Петрик Наталья Станиславовна. Школьный музей всегда являлся одним из действенных средств в расширении кругозора и специальных знаний учащихся, формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной деятельности. Необходимым условием для успешного решения этих познавательных задач является умелое педагогическое руководство, самостоятельный характер организации школьного музея, самостоятельное творческое отношение ребят к делу, знание основ современного музея ведения. Использование музейных приемов выделяет школьный музей среди других форм внеклассной работы. Любой член коллектива школьного музея должен знать в общих чертах историю и теорию музейного дела, обладать навыками и умениями для ведения экспозиционной, собирательской, учетно-хранительской и культурно-просветительской работы. Повысить уровень сформированности патриотизма школьников помогают встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с ветеранами войны в Афганистане, с ветеранами-строителями. Проведение уроков мужества и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню Защитника Отечества. Конечно, организация внеурочной деятельности на базе школьного музея. Образовательная музейная среда обладает огромным духовным потенциалом, которое способно воздействовать на формирующуюся личность. Занятия в школьном музее дают возможность детям попробовать свои силы в разных видах научной, технической и общественной деятельности. Много практических навыков ребята приобретают в процессе проектной деятельности и в процессе собирания научно-исследовательской базы музея. Большую помощь в воспитании патриотизма и гражданственности оказывают материалы школьного музея, которые стимулируют учеников к исследовательской и творческой работе. После уроков ученики остаются на занятиях. Они готовят экскурсии, систематизируют материалы школьного музейного фонда, готовят новые экспозиции. Разделы экспозиции нашего музея – это история строительства Томска крепости, гербы города Томска и эмблемы Сибири, деревянная архитектура, томское купечество, ветераны-строители, томичи в боях за Родину, Томск в годы Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. В ходе поисковых работ собраны материалы об истории Томска-Геральдики, о строительных управлениях и фирмах, о строительстве старинных и современных зданий в городе Томске. О томских архитекторах, о ветеранах-строителях, о ветеранах Великой Отечественной войны и ветеранах войны в Афганистане. Музейные предметы, представляющие быт жителей Старого Томска. Подарочные книги и альбомы от строительных организаций города Томска. Все музейные предметы зафиксированы в книгах учета основного и научно-вспомогательного фонда и хранятся в витринах или тумбах музея с соблюдением температурного режима и уровня влажности. Весь поисковый материал систематизирован и разложен по отдельным папкам. История строительства города Томска изучена недостаточно. Необходимо дальнейшее изучение и систематизация краеведческого материала. Для этого требуется собирание информации об истории строительства родного города, что позволяет развернуть более широкую просветительско-воспитательную работу среди обучающихся. С этой задачей под силу справиться только школьному музею.